МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За окном настоящая зима. А у зимы, как известно, есть свои минусы. Минус 10, минус 20, а бывает и минус 30. Зато в нашей студии всегда тепло и уютно, а иногда даже жарко от накала эмоций. И главный плюс – тысячи призов. Итак, за окном минусы, а у нас в студии плюсы. А это значит, что идет программа «У нас выиграют!» Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Устраивайтесь у экранов поудобнее, отложите все свои дела. Приготовьте литерейные билеты, зовите близких, пусть они вас поддержат и настройтесь на победу. Ну а мы сделаем все, чтобы в ближайший час вам не было скучно. В сегодняшнем 1210-м тираже русского лото мы разыграем 7 загородных домов. А это значит, у всех обладателей билетов сегодняшнего тиража есть возможность провести Новый год в новом загородном доме. А еще тысячи денежных призов. Минимальный выигрыш составит сегодня 200 рублей. А в 264-м тираже жилищной лотереи вы можете выиграть одну из 8 квартир или денежный приз. Кроме того, сегодня вас ждет дополнительный розыгрыш по номеру лотерейного билета. Не пропустите! Сегодня в русском лотое жилищной лотереи будет разыгрываться 280 миллионов 220 тысяч 300 рублей. И даже если у вас нет лотерейного билета, у вас все равно есть возможность выиграть квартиру в нашей программе. Всем, кто будет внимательно следить за нашей программой от начала и до конца, у вас есть возможность получить в подарок поездку в Москву, вас встретит, поселит в замечательной гостинице. Ну а культурная программа, которую вам предложат, оставит неизгладимое впечатление на всю вашу жизнь. Вы будете рассказывать о ней своим знакомым, детям, внукам и, я надеюсь, даже правнукам. Ну а кульминацией поездки в Москву станет, конечно же, участие в суперконкурсе «Квартира без очереди». Интересно, кто же сегодня будет испытывать свою удачу? Давайте знакомиться! Я приехала из Санкт-Петербурга. В этом городе я родилась. Я считаю, что мне очень повезло, что выпал такой прекрасный шанс съездить в Москву. Я посетила оперный спектакль, о котором была наслышана еще в Петербурге. Кроме этого, была организована культурная программа с посещением храма Христа Спасителя. Прогулка по Москве. Я надеюсь, на главный приз. Эту жизнь так естественная. Встречайте! Ирина Николаевна, Тарасова, город Санкт-Петербург! Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина Николаевна! Здравствуйте, здравствуйте! Ирина Николаевна, ну, вам, жительница культурной столицы России, как вам Москва? Неизгладимое впечатление. Тем более, сейчас декабрь, город украшен к Новому году, и он выглядит необыкновенно празднично, весь в разноцветии огней. Я получила очень большое удовольствие. Не правильная сама, Ирина Николаевна, выглядит празднично. Ну... Спасибо! Я думаю, что нам удастся оставить еще более неизгладимое впечатление в вашей памяти, потому что здесь, сегодня, прямо в студии, у вас будет возможность выиграть квартиру! Мы верим, что в наступающем году удача чаще улыбается тем, кто дает ей шанс. И мы готовы удаче помочь и увеличить ваши шансы выиграть квартиру. Теперь заветный ключ находится в одной из десяти ячеек. И в финале программы вам нужно решить, в какой. Ну, а теперь самое время пожелать удачи Ирине Николаевне, всем участникам сегодняшних лотерей и вообще всем телезрителям. Удачи вам! Итак, мы начинаем! Тысяча двести десятый тираж Русского лото! Сегодня в нашем тираже мы разыграем семь загородных домов, тысячи денежных призов и удача, удача находится в руках Ирины Николаевны Тарасовой из Санкт-Петербурга! Призовой фонд тысяча двести десятого тиража составляет сто тринадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей. Накопленный джекпот составляет сто десять миллионов рублей. Ирина Николаевна, у вас легкая рука. Надеюсь, что да. Ну, прекрасно. Тогда вы должны мне помочь засыпать бочонки в мешок. Это мы должны сделать, прежде чем мы начнем розыгры призов. Вот он, наш игровой мешок. Это уникальная вещь. Взгляните. Я его подставляю, и вы начинаете вращать заветный штурвал. Удачи всем, кто играет в русское лото! Сегодня с нами! Поехали! Прекрасно! Я прошу вас за наш стол! С подробными правилами лотереи «Русское лото» вы сможете ознакомиться на вашем билете и на нашем сайте столото.ру Итак, я перемешиваю бочонки в мешке. Впечатляющее зрелище. И пока я это делаю, я хочу вам напомнить правила нашего суперконкурса. В ходе тиража русского лото, в ходе жилищной лотереи у вас есть возможность набрать баллы. Эти баллы вам очень пригодятся в суперконкурсе, потому что сколько баллов наберете, столько заведомо пустых ячеек, мы с экрана уберем и шансы выиграть квартиру у вас увеличатся. Все? Понятно? Ну, тогда я еще раз перемешиваю бочонки в мешке. В первом туре русского лото сегодня мы разыграем 420 тысяч рублей. Итак, мы начинаем. По одному бочонку из мешка, прошу вас. 67. 67. Судя по началу, к вечеру где-то мы закончим. 8. Все-таки обстоятельные люди живут в Санкт-Петербурге. Серьезно. Так все неторопливо. 74. Не поспоришь с вами. 74. 82. Номер 82. А если риск... Внимание! Внимание! Сложилась предвыигрышная ситуация. И вот первый ключевой момент, когда у вас, Ирина Николаевна, есть возможность набрать первый балл. Вы мне должны слегка, недолго, поразмыслив, сказать, каким номером закончится игра в первом туре. Четным или нечетным? Четным. Четным. без всяких промедлений ответ дан, он принят. И теперь осталось вам только собственной рукой подтвердить собственные предположения. 13. 13. Это нечетное. Но игра-то продолжается. Вам повезло. 77. Номер 77. Стоп игра. Стоп игра. А это нечетное. Увы, 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 ну не расстраивайтесь, у вас еще есть возможности, а мы сейчас узнаем о выигравших в первом туре и вдохновимся этим. В первом туре русского лото выиграли три билета. Два из них были приобретены в Москве и один в Нижегородской области. Выигрыш 140 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляю. Давайте поздравим. Алло, полиция. У меня муж пропал. Давно. Неделю назад. А почему только сейчас позвонили? Небось, у меня сегодня зарплата? Нет, я просто знаю, что ни одна женщина больше недели не выдержит. Значит, что-то случилось. Дорогие друзья, запомните номер Боченко, после которого рассказал свой анекдот Алексей Глызин. Укажите его в своем сообщении и получите подарок. Возможность провести незабываемые выходные в Москве, побывать в студии нашей программы, а также поучаствовать в суперконкурсе «Квартира без очереди». Смотрите нашу программу внимательно и до конца. Мы еще раз перемешаем бочонки на дорогу во втором туре и ускорим темп. Со второго тура мы будем разыгрывать семь загородных домов. Итак, семь загородных домов. 62. Номер 62. 49. 49. 68. Точка внизу. Блестяще, я не предполагал. Не мог рассчитывать просто на это. 51. Номер 51. А кто вы по своей специальности? Художник-модельер. Прекрасно, вы элегантно одеты. Я, в общем, мог догадаться. 57. Номер 57. 35. Номер 35. 76. Номер 76. Вы знаете, вы настоящая санкт-петербургская дама. Но вот мы всегда, даже в прошлом, ленинградцев, вот представляли себя именно такими, как а вы. Благодарю. 48. 48. Внимание. Внимание. Следующий ход, 15-й. Итак, ключевой момент в нашей игре. Именно сейчас может быть разыгран накопленный джекпот, который на сию секунду составляет 110 миллионов рублей. И все это может быть решено вашей рукой. 21. Номер 21. Накопленный джекпот русского лото сегодня не разыгран. Мы продолжаем игру во втором туре. 3. Номер 3. 45. 45. О чем вы мечтали в детстве? Я мечтала быть балериной. 65. Номер 65. Боже мой. Прекрасно, прекрасно, Ирина Николаевна. 22. Номер 22. Адетта, Адиле, Мариинка, да? Умирающий лебедь. Ой. 86. Номер 86. Точка внизу. Точка внизу. Ну, вы сейчас в общем-то в ритме умирающего лебедя, собственно говоря, нам бы как-то ускорить игру. Ирина Николаевна. 31. Номер 31. 36. Номер 36. Вы ставите рекорд скорости. 11. Номер 11. Не смешите меня. 24. 24. Ну, я должен как-то за дамы ухаживать. 81. Номер 81. 18. Номер 18. Я могу вторгнуться в вашу личную жизнь. Корректно. Понял. 38. Номер 38. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. А это значит, что появились билеты, которым во втором туре до выигрыша не хватает всего лишь одного номера. Я должен вам задать всего один вопрос. Корректней в вашу жизнь я вторгнуться не могу. Скажите мне, предыдущий номер у нас был 38. Я не ошибаюсь. 38. Номер, которым закончится игра во втором туре, будет больше 38 или меньше? Больше. Больше. Ну, чисто женский такой ответ. Больше. Ответ принят. он определенно ясен и осталось только вам самой. 69. Номер 69. Больше, но игра идет. 26. 26. Меньше, но игра продолжается. 29. 29. Меньше. 42. 42. Больше. 10. Номер 10. Меньше. Повезло. Пронесло. 25. 25. Вы настойчивы. Вам везет пока. 17. Номер 17. Все меньше и меньше и меньше. 27. Да что же это такое. Меньше, но вам везет. 19. 19. Ну настойчивая женщина. 47. слава богу. Ну а теперь не повезло. Игра продолжается. 79. 79. Да игра продолжается. 33. 33, но это меньше. Стоп игра. Стоп игра. какая досада. ничего, ничего, шансы еще есть. Иночка, кто выиграл во втором туре? Во втором туре удача улыбнулась игроку из Воронежской области. Вы выиграли Заверный дом. Поздравляем вас. Если у тебя будут проблемы, номер моего телефона у тебя есть? Есть. Тогда удали. В третьем туре мы с удовольствием продолжим разыгрывать загородные дома. Я перемешаю еще раз с вашего позволения. И мы продолжаем с Ириной Николаевной. Третий тур. 30. Номер 30. Так. Вы болеете за петербургский зенит? Нет. 41. 41. Сейчас мое спартаковское сердце дрогнуло. Я равнодушна к футболу. Абсолютно, да? Ну, будет чемпионат мира по футболу в вашем городе. Я за страну переживаю. Прекрасно. 16. А хоккей? Тоже. Тоже нет, да? Ну, я честно отвечаю. 52. Я это слышу просто по вашему голосу. Шестерка, точка внизу. Номер 6, точка внизу. 50. Номер 50. 72. Номер 72. Ну, а в театр вы ходите в Питере? Да, с удовольствием. 83. Ваш любимый театр номер 83. Мариинский. Мариинский. Прекрасно. Двойка. Номер 2. 28. 28. 15. Номер 15. 4. Номер 4. 73. Номер 73. Ну, вы сильный волевой человек, да? Думаю, что да. 54. Номер 54. 53. Номер 53. Я пытаюсь представить того счастливца, который рядом с вами находится. У вас загадочная улыбка появилась. Есть такой. 87. Номер 87. А что бы вы ему сказали вот в такую решительную минуту, когда будете... 20. Номер 20. Когда будете... Суперконкурс. Сложилась предвыигрышная ситуация. Да. Еще одна ключевая ситуация. Теперь вы мне должны ответить, в какой трети номеров будет номер бочонка, которым закончится игра в третьем туре. Середина. Середина. 31. 60. Ответ принят. И я желаю вам удачи. 5. Номер 5. 7. Номер 7. Пока идут не наши. 43. 43. Хорошо бы вот сейчас. 85. Номер 85. 59. Номер 59. Все верно. 66. Точка внизу. Номер 6. Стоп игра. Стоп игра. К сожалению. 31. 60. А это чуть больше. Да. Не удается пока набрать необходимых баллов. Но ничего. Я думаю, что первый балл Ирины Тарасовой еще впереди, как первый балл Наташи Ростовой. В третьем Таре выиграли два билета, приобретенные в Челябинской области и Краснодарском крае. Выигрыш загородный дом на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Рыбачок. Зимняя рыбалка. Лед. Минус 25 температура. Он рыбачит. Шапка на льду лежит. Второй рыбачок проходит мимо. Серега, ты что обалдел? Надень шапку. Сейчас уши отпадут. Он говорит, да. Вчера водку предложили, не услышал. Мы продолжаем розыгрыш загородных домов. Мы продолжаем розыгрыш загородных домов. С вашей легкой руки. 63. Номер 63. Выиграли три билета, приобретенные в Краснодарском крае, Москве и еще один билет в Краснодарском крае. Выигрыш загородный дом на каждый выигравший билет. Отличная новость. Поздравления! Нам осталось разыграть еще один загородный дом. Итак, один дом. 14. Номер 14. Стоимость оставшегося загородного дома поделили между собой сразу два билета, приобретенные в Забайкальском крае и Татарстане. Таким образом, каждый из вас выиграл по 350 тысяч рублей. Отличный выигрыш. Сегодня в русском лото мы разыграли семь загородных домов. Ну а сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Теперь вам нужно быть особенно внимательными, потому что после каждого номера бочонка на экране будет появляться сумма выигрыша и количество выигравших в этом туре. Итак, мы продолжаем. 71. Номер 71. 60. Номер 60. 46. Номер 46. Скажите мне честно, если выиграете квартиру, в Москву переедете? Нет. Нет? Слышали, москвичи? Все. Решительный ответ. 61. Номер 61. 91. Номер 90. Дедушка. Единица. Единица. 75. Номер 75. 84. Номер 84. 89. Точка внизу. 89. Точка внизу. 34. Номер 34. 9. Точка внизу. Номер 9. Точка внизу. 32. Номер 32. 88. Номер 88. 64. Номер 64. 23. Номер 23. 37. Номер 37. 12. 14. Номер 12. 40. Номер 40. 55. Номер 55. Перчатки. 58. Номер 58. 80. Номер 80. Олимпиады в Москве. Следующий ход. Последний. Итак, последний вопрос. И последняя возможность заработать балл в русском лото. Скажите, каким номером закончится игра в сегодняшнем тираже? Маленьким или большим? 46 до 95. То есть большим. Большим. Вы настойчиво выбираете большие номера. 46. 90. Ответ принят. Поищите один бочонок, который вам нужен. 56. Стоп игра. Стоп игра. Это первый, первый балл Ирины Тарасовой. Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. Мальчик пришел из детской елки. Лицо все поцарапано. Коленька, что случилось? Что такое? Говорит, мам, ты понимаешь, детей у нас немного было, а елка широкая, и вот мы вокруг елки. Вот ты знаешь? Ну, а теперь мы с вами подведем итоги, конечно, личное. Личным, а общественное важнее. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Вы тщательно проверяйте, пуст ли наш игровой мешок. Пустой. Мешок пустой. Итак, я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Номер 39, номер 44, номер 70 и номер 78. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. По ним еще раз проверьте игровую сетку вашего билета. И если в ней нет ни одного из этих четырех номеров, это значит, что сегодняшний тираж закончился для вас благоприятно. Вы выиграли! 1210-й тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму, внимание, 97 миллионов 774 тысячи 950 рублей, выигравших сегодня большое количество, 425 тысяч 443 билета. Как мы и обещали, минимальный выигрыш составил 200 рублей. Накопленный джекпот следующего тиража – 126 миллионов рублей. Всем привет! Пришло время лотерейных новостей. Мы с нетерпением ждем Нового года. Ровно через неделю в следующем предновогоднем 1211-м тираже русского лото мы будем разыгрывать 15 квартир. 1 января в 20.00, устроившись поудобнее перед телевизором, принимайте участие в розыгрыше «Любимые лотереи». В прямом эфире телеканала НТВ в 1212-м тираже будет разыграно призов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В мешке останется всего 2 бочонка. Весь призовой фонд тиража будет разыгран без остатка. Выигрышным станет практически каждый второй билет. Поэтому, друзья мои, приобретайте билеты новогодних тиражей. А наборы, состоящие из 10 лотерейных билетов, увеличат ваши шансы на победу. В жилищной лотереи мы будем разыгрывать 50 квартир. А в русском лото вас ждет розыгрыш призов на сумму более 1 миллиарда рублей, в том числе 50 загородных домов. А мы продолжаем рассказывать о судьбе наших лотерейных миллионеров. Случайных совпадений, как говорится, не бывает, а удача всегда найдет своего героя. В этом убедился Александр Данченко из Новосибирска. Давайте узнаем, что помогло ему угадать верные числа и выиграть крупный денежный приз. Внимание на экран. Добрый день, друзья. Мне почтилось выиграть суперприз. Лото 5 из 36. Ну, была суббота. Вроде выходной. Я решил съездить, думаю, кое-какие дела по работе поделать. У нас там трамвай номер 18 ходит. Сел на него, спокойно доехал до метро и назад. И чисто упор сделал на 18. Которые варианты набирал, туда просто 18 добавил везде. Вот и все. Проверяю, смотрю. Бах-бах-бах. Вроде все совпали. А выигрыш в районе 8 тысяч, я так глядывал. Потом дочь подбежала, говорит, у тебя что-то сумма большая получается. Трамвай счастливый оказался. У нас было так. Мы в свое время взяли две ипотеки. В первую очередь закрыли все кредиты и ипотеки. А потом уже стали думать уже на себя. Так выигрыш он дал свободу. То есть мы, вот, в принципе, еще деньги-то это быстро. Нужно и распоряжаться очень так хорошо. Но зато мы сейчас освободились. Зарплату можно себе оставлять, не банкам отдавать. Надо жизнь менять. А чтобы жизнь поменять, надо что делать? Или что-то у себя поменять? Или начать играть в стол, а то вдруг повезет. А мы еще раз от души всей студии поздравляем Александра и всю вашу, дорогие мои друзья, семью с выигрышем. А приобрести лотерейные билеты, получить выигрыши и, главное, своими глазами увидеть розыгрыши тиражей государственных лотерей вы можете ежедневно с 9 до 23.00 в лотерейном центре по адресу Москва, Волгоградский проспект, 43. А сейчас информация для участников и результаты лотереи «Золотая подкова» и 6 из 36. Но для начала результаты 120-го тиража лотереи «Золотая подкова». В первом туре лотерея «Золотая подкова» выиграл один билет, приобретенный в Москве. Выигрыш составил 100 тысяч рублей. Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Санкт-Петербурге. Выигрыш составил 500 тысяч рублей. В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Липецкой области и Ямало-Ненецком автономном округе. Выигрыш составил 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. В лототроне осталось всего лишь три шара. Их номера 39, 33 и 46. Всего было разыграно призов на общую сумму 13 миллионов 730 тысяч 950 рублей. В следующем 121-м тираже гарантированный суперприз составит 3 миллиона рублей. В новогоднем 122-м тираже лотереи «Золотая подкова» мы будем разыгрывать 25 автомобилей и суперприз. Розыгрыш 122-го новогоднего тиража лотереи «Золотая подкова» вы увидите в праздничной программе «У нас выигрывают». Еще раз обращаем ваше внимание, программа выйдет в эфир в понедельник, 1 января, в 12 часов дня на канале НТВ. Обязательно будьте с нами, не пропустите. А теперь подведем итоги 120-го тиража лотереи 6 из 36. Итак, выигрышная комбинация. Внимание! 2, 17, 22, 9, 33, 4. Всего было разыграно призов на общую сумму 6 миллионов 509 тысяч 500 рублей. Накопленный суперприз следующего тиража 6 миллионов 13 тысяч 950 рублей. Смотрите полную трансляцию тиражей на ютуб-канале «Столоток». А впереди вас ждет 264-й тираж «Жилищный лотерей» и суперконкурс «Квартира без очереди». Я же желаю вам удачи и прощаюсь с вами. Пока-пока! Нашу программу продолжает 264-й тираж «Жилищный лотерей». И сегодня мы будем разыгрывать 8 квартир, а также вас ждет дополнительный розыгрыш по номеру лотерейного билета. Будьте внимательны. Ну а между тем жительница Санкт-Петербурга Ирина Николаевна Тарасова продолжает зарабатывать баллы, чтобы повысить свои шансы на победу в нашем суперконкурсе «Квартира без очереди». Призовой фонд 264-го тиража составляет 47 миллионов 445 тысяч 350 рублей. Накопленный суперприз – 9 миллионов рублей. Запускаем «Лототрон». В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Подробно ознакомиться с правилами «Жилищный лотерей» вы можете на нашем сайте «100Loto.ru» и на ваших лотерейных билетах. Мы ждем первый шар. 11. Номер 11. 76. Номер 76. 30. Шар номер 30. 22. Номер 22. Внимание! Сложилась предвыигрышная ситуация. А это значит, вам нужно ответить мне на вопрос, каким номером шара, четным или нечетным, закончится игра в первом туре? Нечетным. Нечетным. Ответ принят. Ждем следующий шар. 34. Номер 34. 60. Номер 60. И стоп игра! Стоп игра! Не удалось и здесь, в «Жилищной лотерее», начать с приобретения первого балла. Но ничего, у вас еще есть шансы. В первом туре «Жилищной лотерее» выиграл один билет, приобретенный в Москве. Выигрыш составляет 210 тысяч рублей. Поздравляем победителя! Сегодня я сам убрался в своей квартире. Теперь пусть жена попробует найти свои колготки. Ну а если у вас еще нет своей квартиры, где можно как угодно разбрасывать вещи, то сейчас у вас появится шанс ее выиграть. Переходим во второй тур. Со второго тура мы начинаем разыгрывать восемь квартир. Запускаем лототрон. 16. Номер 16. 63. Номер 63. 45. Следующий шар номер 45. Внимание! Следующий ход – десятый. И прямо сейчас может быть разыгран накопленный суперприз «Жилищной лотереи», который составляет 9 миллионов рублей. Мы ждем десятый шар. Это шар номер 89. Номер 89. Накопленный суперприз «Жилищной лотереи» сегодня не разыгран. Жалко, что у нас не появился сегодня новый миллионер. Но есть и хорошая новость. Ровно через неделю наш суперприз подрастет и станет еще больше. Мы продолжаем второй тур. 62. Номер 62. 32. Номер 32. 1. Номер 1. 31. Номер 31. 7. Шар номер 7. 36. Номер 36. 26. Номер 26. 55. Номер 55. 88. 88. 40. Номер 40. 27. Шар номер 27. 86. Номер 86. 74. Номер 74. 72. Номер 72. 13. 17. Номер 13. 17. 17. Шар номер 17. 33. 33. Номер 33. 87. Номер 87. 61. Шар номер 61. 43. 43. Номер 43. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Итак, последний шар, который выпал из золототрона, прежде чем сложилась предвыигрышная ситуация, это номер 43. Ответьте мне на вопрос, номер шара, которым закончится игра во втором туре будет больше, 43 или меньше? Больше. Больше. Итак, ответ принят. Больше. Ждем следующий шар. 9. Номер 9. 67. Номер 67. 75. Номер 75. 66. Номер 66. 70. Номер 70. 15. Номер 15. 71. Номер 71. Продолжаем второй тур. 41. Номер 41. 54. Номер 54. 54. 47. Номер 47. Второй тур продолжается. 69. Номер 69. И стоп игра. Стоп игра. Еще один балл. Поаплодируем Ирины Николаевны. Во втором туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в Самарской области. Только что вы выиграли квартиру. Я пригласил вас настроить мое пианино, а не целовать мою дочь. Да, но она тоже выглядела расстроенной. Мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 48. Шар номер 48. 64. Номер 64. 84. Номер 84. 4. Номер 4. Шар номер 3. 81. 81. 46. Номер 46. 23. Шар номер 23. 6. Номер 6. 25. Номер 25. 53. Номер 53. 2. Шар номер 2. 65. Номер 65. 18. Шар номер 18. 51. 51. Номер 51. 83. Номер 83. 38. Шар номер 38. 19. Номер 19. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. И еще один ключевой момент. Скажите мне, в какой третий будет номер шара, которым закончится игра в третьем туре? Первый, второй или третий? Второй. Итак, во второй. От 31 до 60. Ответ принят. Ждем следующий шар. 12. Номер 12. И стоп игра. 100 грамм. А, увы, увы, может быть, и стоит подумать. К сожалению, не удалось набрать балл, но еще один шанс у вас есть. Приз третьего тура разыгран. Квартира достается нашему участнику из Томской области. Принимайте поздравления. Выходит на полянку лось и видит маленький ежик бегает по полянке. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Лось спрашивает его. Ежик, что ты делаешь? Ежик говорит, кайф ловлю. Как это? Ежик говорит, а ты побегай. Лось по полянке. Туда-сюда, туда-сюда. Через час весь мылью подбегать. Ежик, никакого кайфа нет. Ежик говорит, а разве тебе травка пузик не щекочет? В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 37. Номер 37. 21. Номер 21. 21. 24. Номер 24. И стоп игра. Стоп игра. В четвертом туре удача сопутствовала нашему участнику из Москвы. Вы тоже выиграли квартиру. Поздравляем вас. В пятом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. Пятый тур и пять квартир в розыгрыше. 77. Номер 77. 50. Номер 50. Стоп игра. Стоп игра. В пятом туре тоже невероятно повезло нашему участнику из Москвы. Вы выиграли квартиру. Мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 90. Номер 90. Стоп игра. Стоп игра. В шестом туре жилищной лотереи выиграли 7 билетов. Приобретенные в Свердловской, Кировской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Ростовской области. И еще один билет был тоже приобретен в Москве. Стоимость оставшихся на сегодня 4 квартир делится между этими победителями. Таким образом каждый из них выиграл 1 142 857 рублей. Поздравляем вас. Сегодня мы разыграли 8 квартир. А сейчас нам предстоит разыграть оставшийся призовой фонд. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Итак, последний ключевой момент в тираже жилищной лотереи. Каким номером шара закончится игра в сегодняшнем тираже? Из первой половины номеров или из второй? Сколько вам нужно думать? Из второй. Из второй. Почти ни секунды не понадобилось. Из второй. От 46 до 90. Итак, мы ждем результат. Запускаем лототранп. 79. Номер 79. 39. Номер 39. 29. Шор номер 29. 42. Номер 42. 28. Номер 28. 14. Номер 14. 52. Шар номер 52. 56. Номер 56. 73. 73. Номер 73. 78. Шар номер 78. 85. Номер 85. 59. Шар номер 59. 49. Номер 49. 44. 44. Шар номер 44. 80. Номер 80. 8. Шар номер 8. 57. Номер 57. 82. Номер 82. 10. Номер 10. 20. Номер 20. И стоп игра. Стоп игра. Игра. Не удалось набрать балл в последнем туре. И так всего один балл в жилищной лотерее. Ну а сейчас нам предстоит подвести итоги дополнительного розыгрыша по номеру лотерейного билета жилищной лотереи. Мы формируем выигрышную комбинацию. Все внимание на экран. Итак, номера последних выпавших шаров, которым закончился 264-й тиража жилищной лотереи. 82. 10. 20. Если номера ваших билетов заканчиваются цифрами 2-0-0, мы вас поздравляем. Потому что вы выиграли! Итак, в дополнительном розыгрыше по номеру билета сегодня выиграло 888 билетов. Выигрыш 2000 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас! Звонок на мобильный телефон. Вежливый голос трубки. Здравствуйте. Вас из ФСБ беспокоит. Да, я сразу догадался. Но каким образом? Дело в том, что вы позвонили на телефон, в котором нет сим-карты и батареи. А мы советуем вам проверить, заряженный ваш телефон, потому что совсем скоро он может принести вам удачу. Ну что же, уважаемые участники, мы надеемся, вы внимательно смотрите нашу программу и запомнили, под каким номером в конце первого тура русского лото рассказал свой анекдот Алексей Глызин. Ну а теперь запомните, а лучше запишите номер 20, под которым только что в конце жилищной лотереи рассказал свой анекдот Михаил Грушевский. Ну а сейчас нам с вами необходимо проверить, какие же шары сегодня из лототрона не выпали. В лототроне сегодня осталось 4 шара. Это шар номер 5, 35, 58 и шар номер 68. Напоминаю вам, что эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит лишь одно. Вы выиграли! 264-й тираж жилищной лотереи завершен. Ну а сейчас наш любимый момент в программе. У нас есть уникальная возможность лично сообщить одному из победителей, что он выиграл. Илья, ну давай попробуем дозвониться. Конечно, давай звонить. Алло. Здравствуйте, эта программа у нас выигрывает. Меня зовут Виктория Панина. Я Илья Минин. Мы ведущие жилищной лотереи. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы? Из Самары. Из Самары. А зовут вас как? Елена. Елена. Очень приятно. Сознайтесь, вы приобрели билеты на 264-й тираж жилищной лотереи? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, в каких условиях вы живете? Снимаем квартиру однокомнатную. Снимаете однокомнатную квартиру. А у вас большая семья, с кем живете? С мужем. Двоем с мужем. Двое детей. В однокомнатной квартире живете вы, муж и двое детей? Да, да. А ваша семья сейчас рядом с вами, Елена? Муж, да. А я предлагаю вам сделать телефон на громкую связь, потому что, ну, мы, можно сказать, как Дед Мороз и Снегурочка, сейчас сделаем, наверное, самый невероятный, самый сказочный, удивительный подарок на Новый год всей вашей семье, потому что ваш лотерейный билет выиграл квартиру! Квартиру! А как муж это зовут? Андрей. Андрей, слышите нас? Да, слышу. Но вы-то осознаете, Андрей. Что-то как-то неожиданно. Неожиданно очень, да? Давно играем в лотерею, но еще пока больше 100 рублей никогда не выигрывали. Но когда-нибудь этот день должен был наступить. В сегодняшний день вы запомните надолго, Андрей. Поздравляем вас, и вся студия аплодирует вам. Это настоящий подарок Новому году. Спасибо большое. Ну а мы с вами прощаемся, до свидания. Всего доброго вам, удачи. Вот это да, Вика. Еще одна семья российская обзавелась собственной квартирой. Ты знаешь, я обожаю, когда мы с тобой можем действительно вот так вот ворваться в обычный день обычной семьи и перевернуть их жизни благодаря лотерейному билету, благодаря жилищной лотереи. Чудеса случаются. Главное верить и верить в свою удачу. Это настоящее счастье. Но сейчас давайте подведем итоги сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Итак, сегодня выиграло 187 тысяч 212 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 40 миллионов 445 тысяч 350 рублей. Накупленный суперприз следующего тиража составляет 16 миллионов рублей. Ну а в следующем, в 265-м тираже жилищной лотереи мы будем разыгрывать 15 загорных домов и, конечно, тысячи денежных призов. Кроме того, в ладотроне останется всего три шара. Это значит, что выигравших билетов будет еще больше. Ну а сейчас оставайтесь с нами и через пару минут мы узнаем, сможет ли Ирина Николаевна Тарасова выиграть квартиру в нашем суперконкурсе. Настало время нашего конкурса «Квартира в без очереди». Перед вами, Ирина Николаевна, 10 ячеек на экране. В одной из них скрыт символический ключ от вполне реальной квартиры. Вот это конверт, в котором запечатан номер этой ячейки, я его передаю вам. Но открыть ее вы можете, распечатать этот конверт только после окончания суперконкурса. Итак, в ходе тиражей русского лото и жилищной лотереи вы набрали два балла. Немного, как говорится, немного, но все свои. Я прошу убрать с экрана две заведомо пустых ячейки. Итак, осталось всего 8 ячеек. В одной из них ключ. Номер какой ячейки вам приглянулся больше? Ход ваших размышлений вы можете нам приоткрыть. Четверка. Почему? Мой день рождения. Ваш день рождения. Я прошу открыть ячейку номер 4. Она пуста. Честно говоря, я задумывала номер 8. А мы сейчас узнаем. Номер 8 был заведомо пуст, поэтому у вас не оставалось других вариантов. Я прошу открыть все ячейки. Мы узнаем, в какой из них был ключ от квартиры. Номер 5. Номер 5. В студии «Взрыв» радость, потому что некоторые предполагали именно номер 5. Я прошу вас сюда. Именно здесь, на этом месте мы распечатаем конверт, для того, чтобы проверить, что у нас все правильно. Распечатайте конверт. Номер ячейки, в которой был ключ. Номер 5 конверт, которые вы получили до начала суперконкурса, номер 5. У нас все правильно. И сейчас, наконец-то, из рук Виктории Файны вы получите подарки. Да, не только подарки, но самый главный шанс выиграть квартиру. Потому что мы вручаем вам набор лотерейных билетов, праздничных тиражей, жилищной лотерей и русского лото, в которых будут разыгрываться 50 квартир и 50 загородных домов. Все, впереди. Ну, а я хочу вам подарить вот этот настольный набор русского лото. Спасибо вам. Имя человека, которого вы скрыли от нас по каким-то неведомым для нас обстоятельствам. Пусть вы вместе с ним по воскресенью будете играть в русский лото, вспоминать этот замечательный день, который вы провели вместе с нами. Ну, а все, дорогие мои телезрители, все, которые мечтают побывать здесь, в студии, здесь побывать и поучаствовать в суперконкурсе «Квартира без очереди», Вам нужно сегодня, 17 декабря, до 23 часов 59 минут местного времени отправить СВС-сообщение на номер 9999. Сообщение должно выглядеть следующим образом. Внимание на экран. Слово «конкурс» пробел. Номер «бочонка», под которым рассказал анекдот Алексей Глызин, пробел. Номер «шара», под которым рассказал анекдот Михаил Грушевский. Ну, а нам пора подвести итоги наших сегодняшних лотерей. Сегодня в двух лотереях выиграло 612 655 билетов. Ну, а наша программа подошла к концу, и будет очень приятно в канун Нового года насладиться пением замечательного творческого коллектива «Сопрано» под руководством Михаила Борисовича Турецкого. АПЛОДИСМЕНТЫ По-разному бывает, по-всякому случается, то мы встречаемся, то разлучаемся. А годы убывают, а чувства убивают, и только боль не притупляется. Зима, зима, кругом снега, зима, зима запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла. Зима, зима, кругом снега, зима, зима запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла. По-разному бывает, по-всякому случается, то мне мечтается, а то скучается. Друзья вдруг забывают, я их потом прощаю, но прощения прощаются. Зима, зима, кругом снега, зима, зима запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла. Зима, 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 зима запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok